Звездные воины Доктор Афро Афро Книга первая, часть шестая. Это время возможностей. Галактика угнетена жестокостью имперских сил. Надежды на будущее почти не осталось, но у тех, кто работает на окраинах, появилось много возможностей для получения прибыли. Археолог-разбойница Челли Афро вернулась к восстановлению редких артефактов вместе с парой убийственных дроидов и волки. Охотникам за головами. Планы Афро рожат тогда, когда ее живущий отдельный отец избеждают ее присоединиться к его поискам мистического ордена Аспекту. Афро и ее отец находят давно потерянную цитадель ордена Аспекта и пробуждают до вечного Рура. Однако, когда он пробудился, оказалось, что древний чедай может быть и таким дружелюбным, как они надеялись. Цитадель Ру. Капитан Паун. Беглецы укрылись в ворящем главном центре. Туда нет другого пути. Мы можем отправить дроида астромеха, который попытается прорезать отверстия и снова активирует мост. Мы можем. Но там же открытый космос. Сообщите шаттлу, чтобы был поблизости. Вечный Рур. Открыть огонь живо. Какое сейчас время? Какое сейчас время? Чей ли Афро? Давай заключим сделку Рур. Я расскажу тебе, какое сейчас время после того, как ты расскажешь нам, что произошло. Пытками можно вырвать ответ из ваших дерзких уст. Да. Но пытки так медленные. Расскажи нам самое основное. А я скажу, какое время, честно. Это логично. После интервентского конфликта между орденом Аспекта и обычными джедаями мирный договор позволил джедаям изучить работу Аспекта на предмет опасной ереси. Мое настоящее исследование заключалось в создании копии моего разума, чтобы сохранить навсегда мои знания. Я и не представлял, что на самом деле делал. Я не создал копию себя. Я переместил свою душу и впустил злого духа в свое тело. Точно. И ты скрыл это от фальшивого аурора, так? Я знал, что он отрицает правду. И только когда джедаи потребовали провести тщательный осмотр, я понял, что пора действовать. Своим новым смертным обличи я был един со всеми машинами. Мог контролировать их так, как раньше двигал своими руками и ногами. Это было достаточно, чтобы осуществить мои намерения. Я хотел убить их и избежать. Джедаи пали. Амон и фальшивый аурор выжили. Они покрылись отключить меня, скрывая свое убийственное намерение за красивыми словами. Я отправил цитадель в полет по всей галактике, чтобы убедиться, что подкрепление не сможет найти нас. Столько кристаллы Ордена Аспекту могли отследить наш маяк. Но джедаи не входили в наш Орден. Я был в безопасности. Амон оставил силовой генератор, прежде чем я мог убить его. Фальшивый аурор достал меня. Он не мог вытащить кристаллы, не разрушив станцию. Но у фальшивого аурора еще оставались силы. Он выбил кристаллы и я вскоре потерял сознание. Похоже дроиды действовали по моим последним приказам, уничтожая все живое до тех пор, пока их энергия не закончилась. Для того, чтобы их личные батареи сели, должно было пройти немалое количество времени. Какое сейчас время? Что последнее ты помнишь? Соглашение дома Сиона. Соглашение было древним событием задолго до основания республики. Это было тысячи лет назад. Нет, нет, нет. Все мертвы уже так долго. Я потерял все. У меня было так много планов. Сколько идей, столько оружия. У меня уже была империя. Они бы умоляли меня. Они бы умоляли меня. И я не могу наказывать мертвых. Тогда я накажу живых. Чели? Отец, я в порядке. Ты должна. Да, я знаю. Так долго, аурора? Нет, нет. Класс, нам нужно убираться отсюда и нам нужен корабль. Эй, у имперцев есть корабль. Они прямо тут. Нам нужно включить мост. А чтобы включить мост, нам нужен кристалл. А у нас нет ни рур. Уничтожь консоль. Возьми кристалл оттуда. Да, да. Я найду способ. Чели, будь осторожна. Сделай все быстро, но помни. Это еще и система жизнеобеспечения. Вероятно, это приведет к разрушению всей цитадели. И это будет последнее, что мы запомним об Ордене Аспекту. Да, пап. Ты всегда был прав насчет этого. Ты вернулась насладиться моим присутствием, смертная. Хм. Не совсем. Я археолог. Я знаю все о бережном восстановлении древних артефактов. По большей части. Ах. Нет. Ты уничтожишь цитадель. Ты говоришь прямо, как мой отец. Уверена, все будет в порядке. Ты убьешь нас всех. Эй, Орден Аспекту, пора будет тебе на покой. Ты выглядишь важным. Ну что ж. Мост, пожалуйста. Эй, имперцы, обернитесь. Уходите оттуда. Доверьтесь нам. Отступаем. Живее. Ну же. Прощай, мостик. Это место самоуничтожается. Что ты наделала? Ничего. Вызови свой корабль. Корабль и забери нас отсюда. Уже вызвала. Что случилось с вашим? Он занят? Я типа потеряла его. Это трудно объяснить. Ну же, отец, осталось чуть-чуть. Держись, ладно? Пилот, взлетаем немедленно. Знаешь, готова поклясться, что фашисты лучше следовали приказам, чем эти. Имперская дисциплина тут ни при чем. И будьте спокойны. Пилот, приземляемся живо. Ох, похоже они мертвые. Что ж, это все объясняет. Ладно, я поведу. Я. Вечный Рур. Вечный Рур. Вечный Рур. Вечный Рур. О, мне жаль, я не забыл, что хотел задушить тебя. Фух. Закат Ордена Аспекту. Мы справились. Это да. Что ж, а теперь... Кто ты такая? Я? Хорошо. Я? Она моя дочь. Спасибо, папа. Черт знает внешнее кольцо. Верным решением было бы убить тебя. Но ты милая. У тебя очень плохой вкус на женщину. Что ж, папа, я слышала, что у нас это семейное. Я думаю, дело в ведре. Правда, цитадель отключилась. И оно тоже. Но этот Рур, это не Рур. Даже в такое темное время, как сейчас, оно может все ухудшить. Мы должны найти способ отключить его. В нем столько знаний. Оно опасно. Это чистое зло. Может, его можно использовать во благо? Думаешь, это возможно? Что ты можешь сделать с такой чудовищной вещью? Я знаю о них, ребята. Карантинный мир три. Калидахинское пространство. Оно будет в безопасности. Во Вселенной нет более безопасного места для подобных вещей, чем это. Калидахинцы относятся к карантину серьезно. Как ты себя чувствуешь? Это тяжело. Это не то, что я мечтала увидеть. Но, по правде, это сделало меня сильнее. Искать путь к спасению в прошлом была плохой идеей. Я должен верить, что есть надежда в будущем и пытаться отыскать ее. Спасибо. Все в порядке, папа. И хватит сентиментальности. Ты уже разобрался насчет докторской. Так? Конечно. Хорошо. Теперь, когда мы избавились от этого компрометирующего дерьма, ты вернешься к поискам надежды, а я полечу обратно в косметанские степи. Теперь я снова доктор Афро, и у меня осталось одно незаконченное дело. Что ж, милый дроид, здесь несколько уникальных артефактов из степи. Они довольно ценны. А ваша оплата? Оплата не такая, как была раньше. Похоже, мне придется завязаться с этим делом. Я сказала твоему брату, что я вернусь. Брату верно. Я даже перенесла на 10% больше. Ты сказала, что вернешься нет замедлительно. Но возникли трудности с тобой. Всегда так, Афро. Но долг за твой корабль оплачет. Кстати, где он? Хороший вопрос. Мне было интересно, когда же ты вернешься, красота? Ты на Арт Ангеле? Да, никаких обид. Ты должен был заботиться о своей шкуре. Особенно, когда она такая ежевосхитительная, как твоя. И я не забыла, что должна тебе, и у меня есть хорошая идея, как с тобой расплатиться. Я слышала, что одна плохая дама сделала нечто ужасное. Ты знал об опасном осколке органа Аспекта, что она должна была передать в карантин. Она вручила им подделку. Пора разбогатеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok